Война идет на нашей территории. Это не у русских идет война. Причем эти санкции, которые на них наложили, они особо там от этого не страдают, насколько я понял. То есть война идет у нас, инфраструктуру разрушают они у нас. Поэтому чем быстрее эта бойня закончится, тем будет лучше для нашей страны, я в этом абсолютно убежден. Когда говорят о том, что мы там должны сделать какой-то рывок вперед, ну я сейчас, наверное, военной ситуации же не знаю, и, конечно, лучше проводить переговоры с позицией силы. Но если этого не будет, все равно переговоры надо проводить, потому что рано или поздно война должна закончиться. И лучше, чтобы это было рано. Потому что мы можем тут сидеть, рассуждать, но когда приезжаешь туда и видят эти страдания, и там приезжают, рассказывают, что там происходит, и когда вырываются оттуда люди, то у них реально люди, это же трагедии, жертвы, и мы сталкиваемся с этим часто, и видим это все. И поэтому окончание войны должно быть как можно быстрее. Значит, российский наратив, базовый. Да-да-да, что нам добрый. Санкции на нас не влияют. Это даже лучше. Санкции не влияют, у нас Гораст и Бойка. Санкции на них не влияют. Потребно договориться с Москвой, потому что нам гирше, чем им. Нам гирше, у нас инфраструктура, поэтому нужно договориться, потому что гирше нам. Это российские наративы. Это все, это 100% российские наративы. Когда ты едешь и увидишь, как людям плохо, когда приезжают и рассказывают, так ты ездишь или не ездишь? Ну, конечно же, ты не ездишь никуда, потому что тебе не можно, в принципе, из дома выходить. Потому что, если ты куда-то поедешь, тебе же там на первом блокпусте просто покладут між цим, між письками с письком. Просто, чтобы ты там был и таким чином захищал. То есть, смотрите, это базовая история. Все, что вы сегодня послушали, это то, что они говорили. На 112-му, на ЗИКу, на Ньюсвлайн. Сейчас все российские пропагандисты это говорят. И сейчас я вот вангую, ну я правда сейчас скажу, потому что он не будет этого делать. Но я вангую, что Бойко будет первым, одним из первых, сказать, что опалювальный сезон, серьезные проблемы, но у нас должны люди все-таки разобраться. Влада не подбала про газ. Так, давайте, мы должны договориться с Россиями. Война, війною, а оселі мають бути теплыми. А бабуся там сидит, вона мерзна, а кто ей пенсию заплатит? А я, я не хочу, я не хочу спекулювати цим, але нагадаю, что когда я был вецепремьером, пенсия была 4 тысячи долларов. И наша партія ОПЗЖ завжди вимагала від уряду Зеленського підняти пенсии, замість того, чтобы строить эти никому не нужные дороги. Он это никому не скажет, потому что он властник одной из компаний, наибольших, которая строит эти дороги. Да. Да.